Девушки отдыхают В ГИБДД взялись бороться с автомобилями тюнингованными, дрифтеров, например, и даже устраивали облавы возле гоночных трасс, когда, ну, те самые гонщики выезжали с этих трасс в песчанке, да, я правильно понимаю? Да, да, совершенно верно. И на выезде с Красного Кольца было такое. Мы работали в рамках обеспечения безопасных дорожных движений, в том числе на территории Минянского района. Понятно, в том числе и в том районе. И вот сегодня даже состоялась встреча в ГИБДД, на которой обсуждали вот это всё любители тюнинга и полицейские. Собственно, ни к чему не пришли. Поговорили, поговорили и разошлись, но, тем не менее, тема не исчерпана. И вот сегодня будем об этом, будем эту тему обсуждать. Никита, в чём проблема-то? Проблема, ну, если можно так сказать, заключилась в том, что сейчас начали массово проверять автомобили на переоборудовании, не изменив конструкцию. Ну, а чем вы недоволены проще? Собственно говоря, есть же закон, который кое-что разрешает, кое-что запрещает. Вот там, например, дополнительные фары, например, поставить на какой-нибудь жип, он запрещает. Будет слепить, понятное дело, встречных водителей. Установить этот глушитель шумный тоже, понятное дело, запрещает. Мне кажется, тут, ну, вещь очевидная. Он в городе создаёт шум. А что вас-то не устраивает? Да, существует технический регламент. Нам сейчас интересно очень, что делать людям. Значит, примерно с 2010 года, насколько я помню, не проверяли при постановке на учёт автомобиля двигатель. То есть его номер не сверяли. То есть двигатель считался запчастью. То есть, соответственно, в промежуток этого времени люди покупали себе автомобили с замененными двигателями, на которые нет документов. Вот. И сейчас, например, когда этим людям надо продавать автомобиль, они приезжают в пункт регистрации при продаже. И сотрудник, значит, делает осмотр и говорит, а у вас двигатель не вписан. То есть человек оказался заложником. Что ему делать? У него нет документов на двигатель. То есть ему, получается, надо либо пойти купить двигатель с документами ещё раз. Хотя зачем? Он же продаёт автомобиль, правильно? То есть ему нужны срочно деньги, и он не может сейчас пойти и позволить себе этого. Вот. И получается безвыходная ситуация. Что ему делать? Когда он обращается к сотрудникам, а вот что? Они разводят руками, говорят, ну, видимо, вам придётся купить двигатель. Вот. Хочется знать, что в таких ситуациях делать этим людям? Я хотел бы разграничить. Первое. Модель двигателя на транспортном средстве при постановке на учёт мы всегда смотрели. Абсолютно всегда. Соответственно, если вы сейчас обращаетесь на пункт регистрации для продажи транспортного средства, хотите его переоформить, и устанавливаем о том, что уже внесены изменения в конструкцию транспортного средства, а внесены они лишь только в том случае, когда поменялась модель двигателя, увеличились либо уменьшились лошадиные силы, вам необходимо провести процедуру переоборудования. Приводить в соответствие, то есть покупать, искать где-то старый двигатель, вам не надо. Вам достаточно приехать с этим двигателем на пункт регистрации и пройти процедуру переоборудования транспортного средства. Второй момент, когда у вас поменялся номер двигателя, тогда вы предоставьте сотруднику госавтоинспекции договор в рамках купли-продажи двигателя. Что делать, если его нет? Вы знаете, я эту ситуацию слышу, причём не первый месяц, но вот в данном случае интересна немножко более широкая тема. Это же частность. Она сейчас всех интересует очень сильно. Понятно, но сейчас речь идёт о том, что вот эти заниженные отечественные автомобили старые, вот эти самые спойлеры, которые самостоятельно устанавливают, вот эти огромные колёса на джипах, которые туда не подходят, которые вырезают арки и так далее, что вот это всё проверяют, что долгое время закрывали глаза, скажем так, или не замечали иногда. И вот эти вещи теперь стали недопустимы. Ну, я так скажу, для понимания надо знать, что такое внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Это монтаж, либо демонтаж компонентов транспортного средства, который не был предусмотрен заводом-изготовителем. Почему раньше не обращали на всех особое внимание? Мы сначала наводили порядок на пассажирском транспорте и на грузовом транспорте, потому что они наиболее уязвимы и несут большую угрозу. В период наведения порядка мы получали информацию с заводов-изготовителей, запрашивали одобрение типа транспортного средства, свидетельство о соответствии конструкции безопасности дорожного движения. И у нас накопился тот основной костяк, где мы понимаем, что если это Лада Приора 2011 года выпуска, значит у неё размер колёс должен быть такой, высота клиренса такая, фары должны быть установлены такие-то там, либо там газоразрядный точек света фары, либо галогеновый. Вот смотрите, у нас есть сюжет как раз про автомобиль Никиты, он сегодня рассказывал. Предлагаю посмотреть и оценить, вот что из того, что у него в автомобиле есть допустимо, а что может как раз попасть под штраф, ну или какие там санкции. Да, это будет интересно. Да, давайте посмотрим. Автомобиль во владении полтора года. Вот, например, двигатель. Что с ним? Что с ним не так? По сути, с ним всё так. Стоит такой же двигатель, как стоял здесь с завода, да, ну немножко просто с другой системой впрыска. Сейчас он называют переоборудованием. Тормозная система, она стала лучше, чем была. То есть установлены диски большего диаметра, суппорты больше производительности. То есть автомобиль в целом стал тормозить лучше. Но за это сейчас можно получить, значит, предписание на устранение. Система выпуска, она здесь переделана и, естественно, имеет уровень шума больше допустимого. Поэтому используется специальная заглушка, с которой езжу по городу, во дворе, там машину оставляю на прогреве, да, чтобы не беспокоить людей. А где-то, где надо, вытаскиваю её, там, например, на соревнованиях. Сиденье продавалось специально для такой модели автомобиля. То есть я там, это всё не колхозно, не кустарно, купил и установил сиденье. Сертифицированная вещь? Да, конечно. Вот даже вот надпись. А почему он на юридическое? Оно ортопедическое или как? В нём просто удобнее сидеть, я в нём себя чувствую много комфортнее, увереннее за рулём. Сергей, ну вот какие тут могут быть, что может подпасть под штрафы, и вообще какие санкции, и что делать дальше-то, собственно, Никите и автомобилистам, их много таких в Красноярске, которые вот в подобную ситуацию попали. Санкции предусмотрены на части 1 статьи 12.5 КОАП РФ, если вы управляете транспортным средством, в конструкцию которого внесены изменения, без согласования органов надзора. На территории Российской Федерации органом надзора является госавтоинспекция. Соответственно, вы подлежите привлечению, во-первых, к административной ответственности, штраф, штраф. В дальнейшем информация о вашем транспортном средстве направляется в регистрационное подразделение. Сотрудник регистрации проводит проверку по вашему транспортному средству, в рамках которых запрашиваются документы, если они в нашей базе, данных нет, их на данный момент, но, как правило, как показывает практика, у нас уже почти на все транспортные средства есть информация о их технических характеристиках. Соответственно, и принимает решение об аннулировании транспортного средства. Вы можете... То есть вот с такими показателями, я прошу прощения, что перебиваю, когда мощность, например, в лошадиных силах больше, чем была изначально у автомобиля, когда там... Тормозная система. Тормозная система. Можно лишиться... Транспортного средства. ПТС, получается, да? Не ПТС, а транспортные средства прекратят его регистрацию и тем самым не допустят к участию в дорожном движении. Во дворе у тебя может стоять и все? Может, во дворе, там где-то... В гараже. Да. На трассе может, на красном... А вот интересно, а как вы собираетесь на дороге выявлять, то есть это внесение изменений, или же это все-таки было предусмотрено заводом-изготовителем? Ведь, как вы сами сказали, не на все автомобили у вас есть база данных о первоначальном виде, да? То есть, насколько все-таки я знаю, на наши старые японские автомобили у вас такой базы нет. Как вы собираетесь проверять? Как человеку, который, например, купил такой автомобиль в таком виде, да, там когда-то сейчас, естественно, вот он посмотрел сюжет, задумался, а у меня сейчас какие колеса стоят, можно ли мне сейчас ездить? Как человеку, владельцу, узнать самому, какие должны стоять, если вот этой наклейки на двери... Ну да, приехал, пришел на авторынок, купил или где-то по объявлению... Да, даже при покупке сейчас смотреть, можно ли купить? То есть, до того, как еще поехать в пункт регистрации, чтобы там не развернули. Как сейчас быть нам? А, по поводу японских автомобилей. Они заезжают на территорию Российской Федерации через таможню. Им выдается ПТС. ПТС выдается на основании документа СБКТС. То есть, это документ, который подтверждает, что автомобиль соответствует. Мы очень тесно работаем с таможней. И опять же, вернемся к началу нашего разговора. Ну и мы на протяжении 2011 года потихонечку на все машины запрашивали данные документы. То есть, представление о том, какая должна быть эта машина первоначально у вас есть? У нас уже есть. Я сейчас говорю просто о автомобилях, которых у нас почти не эксплуатируется на территории Российской Федерации. Например, вот в каком виде мой автомобиль был завезен? Да. То есть, я сейчас фотографирую. По поводу, да, для вас вы столкнулись с ситуацией, что вы не имеете опыта, знаний, да, какое транспортное средство к чему должно соответствовать. Я здесь рекомендовал бы вам обратиться на сайты. Официальные? Ну, можно не на официальные. То есть, есть сайты, которые торгуются официальными. Я сейчас не буду их называть наименования. Но, когда мы заходим на эти сайты, там есть технические характеристики транспортного средства. А инструкции по эксплуатации транспортного средства и отталкиваться оттуда. Если этот автомобиль был произведен на территории Российской Федерации, то обратиться к официальному производителям. Но, тем не менее, теоретически остается все-таки возможность, что человек, приобретя тот или иной автомобиль, может попасть в такую ситуацию. Теоретически это возможно. Особенно пугает то, что у нас, как правило, покупают люди на рынках автомобили через посредников, которые продают автомобиль, а потом говорят, извините, вы уже смотрели то, что вы покупали. Да, я вот не анонсировал, но, тем не менее, у нас есть звонок в студию, людей волнует эта тема, поэтому мы его примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос или комментарий. Здравствуйте, Максим меня зовут. Говорите. Алло. Да-да. У меня вопрос в следующем. То есть, это был самый первый вопрос между гостями, по поводу номеров двигателей и оформлений вот этих. Когда недавно, не так давно было это все отменено, и двигатель был в запасной части, и все ставили себе моторы. А, вопрос, все-таки не ответили до конца. Вот, допустим, ситуация, если человек заменил себе мотор на контрактный, но мотор абсолютно один в один, никакого тюнинга не произошло. У человека, естественно, нет документов на это, и сейчас возобновились требования. То есть, мотор поменял... Спасибо большое, Максим. Вопрос поняли. Мотор поменяли, соответственно, номер у него другой, но он тот же самый, это, в общем-то, и не тюнинг, да? А документов-то на него нет. Привезли как запчасть. Ну, соответственно, вы уже ее привезли как запчасть. Вы его купили на разборке в магазине. Да, да. Вы обратитесь к продавцу. А если ее не существует уже, вот такая ситуация. Ну, конечно. Вот, нету продавца этого, да. То есть, все, магазин закрылся, уехали, там сейчас зоомагазин, не разборка, и найти концы, и телефоны не работают. Что делать человеку? То есть, получается, человек, даже с точки зрения закона, вы разъедете руками, скажете, ну, это ваши проблемы, извините, мы ничего не можем сделать. Здесь мы уже попадаем в плоскость гражданско-правых отношений. То есть, мы, как орган надзора, допускаем транспортное средство к участию в дорожном движении. Есть способ, это нам предоставить документ. Договор купли-продажи, либо там документы с таможни о том, что этот двигатель возился на территорию Российской Федерации как запчасть. Если вы нам этот документ предоставите, тогда мы перерегистрируем транспортное средство. Ответственность за то, что вы, извините, договор потеряли, либо решили... Его не было, не было. Вот человек купил автомобиль такой, уже в таком состоянии. Вот как ему быть? То есть, вы, получается, орган, который производит надзор над соответствием, но не можете ничего сделать в случае, если у человека банально нет бумажки. Ну да, Сергей, смотрите, получается ситуация. Теоретически автомобиль такой же, какой он был, его, в принципе, можно эксплуатировать вроде как, но вот из-за этой коллизии он стоит, гниет и кто-то теряет деньги. Ну, где его возьмешь? Да, вот где его взять? В том-то и вопрос, что люди... Я понимаю, что это вопрос, наверное, не только к вам. Это вопрос к нам, это то же самое, когда вы приобретаете недвижимость, да? Не к вам конкретно, я имею в виду, но, наверное, и к ГИБДД тоже. Потому что это юридическая... Если бы была, например, какая-то экспертиза, которая могла бы проверить, да, можно на ней ездить. Все, а это допустимо. Да, то есть база двигателей. Все, пожалуйста. Мы допускаем, мы же говорим сейчас конкретно про то, что заменена лишь модель, не модель, извиняюсь, а номер двигателя модели. Осталось то же самое, предоставьте, уполномачивающие документы о том, что вы его приобрели в рамках гражданско-правых отношений. Ну, что он невероятный. По договору дарения приобрели, там, не знаю, по договору купли-продажу сделали, так договор там... Сергей, хочу вернуться к нашей теме все же. Какие сейчас будут, на что больше всего обращать внимание сотрудники, вот проверяя эти самые тюнинговые автомобили? На клиренс, на размеры дисков, на что в первую очередь и самим автовладельцам, соответственно, стоит посмотреть, чтобы пройти все проверки? Самое основное мы, во-первых, обращаем на тип, цвет, расположение световых приборов. Дополнительно отмечу, и в рамках профилактики скажу, что если вы управляете транспортным средством, на которое предусмотрены галогеновые источники света фар, а вы ставите газоразрядные в простонародный ксенон, за это идет ответственность лишения права управления. Это первый момент. Второй момент – это клиренс транспортного средства. Как он измеряет? С линейками? У нас оборудование проходит соответствующую поверку, чтобы оно числиться в списках по метрологии, соответственно, оно является официальным предметом, который может измерять расстояние. Мы замеряем клиренс транспортного средства, сравниваем с теми данными, которые у нас есть. Ну, это говорит про легковые транспортные средства, если они у нас заниженные, и про джипы, если они у нас завышенные. И принимаем решение за выхлопную систему. То же самое, размер диаметров выхлопной системы у нас в сведении есть, если у вас большая банка, да, либо маленькая, то, соответственно, мы также принимаем решение. Одним из доказательств будет замер, сделанным соответствующим, а также фотофиксация транспортного средства. Никита, скажите, ну а вот так вне закона существовать, как вам? Если коротко заканчивается эфирм. Ну, тут опять же, здесь вне закона это или нет, это еще надо доказать. Да, то есть очень много было автомобилей, которые в свое время завозились именно уже в тюнингованном виде с Японии. То есть, например, очень много там было на ней тюнинга уже, который стоял, она растаможилась. То есть человек, даже первый самый человек, который растамаживал, получил автомобиль в этом виде. Что ему делать? Почему сейчас они законы? Спасибо большое. Я думаю, что ответ, вопрос такой пойдет вдаль, потому что и будет еще обсуждаться не один раз. У нас на сайте, например, вот лежит очень горячие споры. Заходите туда, у нас время ограничено для обсуждения. Я напомню, у меня в гостях был Никита Вычужанин, автолюбитель, и Сергей Шелихов, начальник отдела технического надзора ГИБДД по краю. Спасибо, что пришли. И присоединяйтесь к обсуждению онлайн. Хорошо.